здравствуйте уважаемые зрители в сегодняшнем видео речь пойдет о монстре морских глубин тяжелом ракетном подводном крейсере стратегического назначения проект 941 акула в 1972 году задание на разработку подводных лодок нового типа получила конструкторское бюро рубин в городе ленинграде главным конструктором был назначен с н ковалев новый тип подводного крейсера планировался как ответ на строительство в сша новых подводных лодок типа агайо огромные размеры новой подводной лодки диктовались габаритами новых трехступенчатых твердотопливных межконтинентальных полистических ракет r39 сравнении с ракетами trident 1 основное вооружение агайо r39 обладала лучшими характеристиками по дальности полета и полезной нагрузки а также оснащалась десятью боевыми блоками против восьми утрайдента в июне 1976 года в первой в серии из семи подводных лодок была заложена тк-208 ее первый выход на воду состоялся 23 сентября 1980 года а уже 12 декабря 1981 года подлодка вступила в строй с 1981 по 1989 год было построено и спущено на воду шесть подводных крейсеров типа акула планировавшаяся седьмая подводная лодка так и не была построена перед спуском первой подлодки на воду в носовой части корабля было нанесено изображение акулы обвивающий трезубец позже нашивки с акулой появились и на форме экипажа конструкция корпуса является одной из основных особенностей проекта 941 это многослойная оболочка с двумя параллельно расположенными укрепленными корпусами с отдельными отсеками управления и приводов рулей торпедным отсеком и размещенными между корпусами шахтами брпл баллистическая ракета подводной лодки в движение акула приводится с помощью ядерно-энергетического комплекса состоящего из ряда агрегатов вода водяной реактор две штуки пара турбинная система в каждом корпусе две штуки семилопастный винт диаметром 5,5 метра с установленными обтекателями две штуки помимо этого лодка оснащена двумя аварийно-резервными дизельными двигателями обеспечивающими работу основных агрегатов корабля в течение нескольких часов 2 каскадная система резинокордной пневматической амортизации и блочная система установки механизмов и агрегатов позволила значительно снизить шумность лодки подлодки проекта 941 обладают огромным запасом плавучести более 40 процентов около половины водоизмещения в полностью погруженном состоянии приходится на балластную воду благодаря этому на флоте за акулами закрепилась шуточное прозвище водовоз однако такое решение было обусловлено требованиями обеспечить меньшую осадку корабля в надводном положении для возможности использования имеющихся причальных пирсов и ремонтных паз именно благодаря огромному запасу плавучести подлодка имеет возможность при всплытии проламывать лед толщиной до двух целых и пяти десятых метров что позволяет вести боевое дежурство вплоть до арктических широт пожалуй отдельного упоминания заслуживают комфорт и условия проживания экипажа за удивительно комфортные условия моряки называют акулу ловучий гостиницей при проектировании общие небывалые размеры корабля позволили не экономить на местах размещения экипажа команда располагается в двухместных четырех местных и шестиместных каютах отделанных пластиком под дерево и оборудованных умывальниками и телевизорами письменными столами и шкафчиками для одежды помимо таких бытовых мелочей на оборудован комплекс для отдыха личного состава включающий в себя сауну обшитую дубовыми досками бассейн 4 на 2 метра и 2 в глубину а также небольшой спортзал с боксерской грушей шведской стенкой велотренажерами и беговыми дорожками основу вооружения акулы составляют 20 пусковых шахт с полистическими ракетами р-39 с дальностью полета 8300 километров с разделяющейся на 10 боеголовок боевой частью по 10 килотонн каждая боевой пуск может быть осуществлен как с надводного положения так и с глубиной до 56 метров одиночным пуском или очередными залпами без ограничений по погодным условиям кроме ракетного вооружения крейсер имеет на борту шесть торпедных аппаратов калибром 533 миллиметра с боезапасом в 22 торпеды в качестве противовоздушной обороны на борту акулы имеется до восьми пузырька типа игла или стрела в настоящий момент из шести построенных в ссср подводных лодок три корабля утилизированы на металлолом два корабля ожидают решения на утилизацию и только один тк 208 дмитрий донской прошел модернизацию по проекту 941 ум с целью использования в ракетных шахтах д-19 новейшей российской брпл глава недавно стало известно что apple дмитрий донской планируется довооружить двумя стами крылатыми ракетами типа калибр ттх проекта 941 акула водоизмещение над водой 23 тысячи 100 тонн под водой 49 тысяч тонн скорость на поверхности 13 узлов под водой 26 узлов длина сто семьдесят две целых и десятых метров ширина двадцать три целых и четыре десятых метра предельная глубина погружения 500 метров экипаж 150 человек в том числе 52 офицера автономность плавания 180 суток силовая установка два ядерных водо-водяных реактора по 190 мегаватт каждый две турбины по 50000 лошадиных сил каждое два грибных вала с семилопастными винтами диаметром 5,5 метра два резервных дизель генератора асдг 800 свинцово-кислотная аккумуляторная батарея изделия 144 вооружение 6 торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра с боезапасом в 22 торпеды ракета-торпеды водопад или шквал сет 65 сайт 60 м у сет 80 20 пусковых шахт брпл р-39 или булава м проект 941 ул пво до 8 пзрк типа игла или стрела интересные факты подводные лодки проекта 941 акула до сих пор являются самыми большими подводными лодками созданными человечеством никаких аналогов не созданные по сей день на двадцать шестом съезде кпсс леонид брежнев заявил американцами создана новая подводная лодка агайо с ракетами трайдинг-1 аналогичная система тайфун имеется и у нас сделано это было намерено чтобы ввести вероятного противника в заблуждение но с тех пор название тайфун прижилось и у нас длина акулы составляет почти два футбольных полях а высота с девятиэтажный дом в мае 1998 года состоялся поход по исследованию проекта 941 в тяжелых ледовых условиях всплывали чтобы определить максимально возможную толщину проламываемого льда начинали с одного метра и так далее лодка легко проламывала лед толщиной до двух метров всплывали при толщине 2,5 метра однажды всплывали очень долго корпус скрипел и трещал но всплыли выдвижные устройства рубки не выдвигались из-за деформации корпуса рубки все пластиковые обтекатели разбиты много вмятин на корпусе замяты крышки ракетных шафт вот такой вот монстр морских глубин если вам понравилось это видео то поставьте лайк подпишитесь на канал спасибо за просмотр и до новых встреч